Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал Футбол. Это жизнь. Это второй выпуск карьеры за Ювентус. Сегодня у нас интересная игра, и это игра против Баварии. Давайте мы все-таки посмотрим, что с этим выйдет. Тем более у нас Паула Дивбала с показателем, что, естественно, он очень расстроился этому поражению от Барселоны 4-0, поэтому и пошла у него форма немного вниз. Но также мы сегодня протестим Эктора Белерина, который постарается успевать за нападающими. На правом фланге может быть или Мюллер, или Арен Робен. Хотя против Белерина будет играть на левом фланге, так что это значит, получается, Рибери может играть и Каман. Будет интересно на этот матч точно посмотреть полуфинал предсезонного турнира. Поехали! Итак, по Бейла мы можем восстановить переговоры только через неделю. Также может быть еще и Гонсало Игуаина мы сможем продать. Тем более, если мы договоримся с Игуаином, нам буквально не хватило миллиона двадцать, не хватило буквально на Бейла. Поэтому тут нам предложили уже за Игуаина это сто три миллиона. Но я решил сто пять, но Венгер распсиховался и уехал обратно в Лондон. Так что все от него же и зависело. Итак, Барселона Реал, кстати, Аль Классика в другой части турнирной такой сетки плей-офф. Ну а мы играем против Баварии. Не знаю, каким составом играть здесь Бавария. По ходу матча разберемся. И Криштиану Рональду забивает первый гол за Ювентус в матче против Баварии. Криштиану Рональду. Великолепно вот здесь вот смог сделать ложный замах. Причем он шикарно его прокатил и забивает в нижний угол. Вот здесь Дебала отдает голевую. Раскатил и в нижний угол Криштиану Рональду. Первый гол в Азианой Лидкапе. И кинг сликома. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Беннатия Великолепно сейчас отыграл в роли голкипера. И Добаль Криштиану Рональду. 38-я минута. Снова забивает португалец. Просто вспоминает португалец, как он играл в Мадридском Реале в Лиге Чемпионов в раундах плей-офф против Баварии. И вспоминает, и многие это вспоминают. Правда, в форме теперь он другой. Но, как говорится, талант не пропьешь. И шикарно. Рональду снова забивает Баварии. 2-0. Дубль Криштиану Рональду в плей-оффе. И забивает Томас Мюллер. Какой шикарный гол. Прямо в девятку забивает немец. И есть еще шансы у Баварии отыграться. Тем более преимущество не такое сильное было у Ювентуса. Ну, посмотрите на этот шикарный гол. Вот так вот отыгрались в стеночку. Получает мяч. И прямо, друзья, в девятку забивает Томас Мюллер свой четвертый мяч на этом турнире. И не удается сейчас Криштиану Рональду забить третий мяч. Отлично. Здесь Честин тащит уже этот удар от Мюллера. Ну, вот здесь вот Криштиану молодец, поборолся. И забивает Криштиану Рональду. Три мяча в ворота Баварии. Хэтрик португальца. Здесь шикарно он отобрал мяч у Кимиха. Великолепно с левой ноги пробивает вратаря. Три гола португальца в этом турнире. И вот так вот Марио Манджукич забивает. Не успел еще вратарь встать в рамку после этого углового. И Ювентус мог выйти в контратаку. Вы видели эту атаку сначала углового. Поэтому вы все это прекрасно видели. Вот бежит вратарь. Нам специально это, наверное, показывает. Только встает на позицию. И вот так вот рикошетом. Я так понимаю, даже между ног. Сейчас мы посмотрим. Здесь рикошетом. Нет, рядом было. И именно этот рикошет сыграл на руку Марио Манджукичу. 90-ая минута. 1-4. Ювентус громит. Гранда немецкого футбола. Да, я понимаю, что и не в официальном матче, но в предсезонном турнире мы смогли обыграть. И Кричано Роналдо теперь забирает мяч. Итак, кто будет играть в финале? Реал или Барселона? Барселона. Все, этого значит реванш. Фуф. Итак, сообщение нам одно. Пришло пресс-конференция, призовый фонд турнира. Ну давайте на тренировочку что ли пойдем. Выносливость повысилась у Бернардески. Теперь она 84 уровня. Итак, друзья, вот теперь вот очень важный матч. Очень важный. Я даже готов сегодня выпустить Игуаина. Вместо Бернардески. Потому что выигрывать нам здесь обязательно нужно. Игуаин пока что это часть команды. Неплохо он отыграл. Забил один гол против японской команды. Но теперь вот Ювентус, Барселона. Финал. Предыдущий матч закончился со счетом 4-0. Ювентусу это очень не понравилось. Но Ювентус все-таки смог выйти со второй строчки. И смог обыграть Мюнхенскую Баварию со счетом 4-1. Финал предсезонного турнира. Ювентус, Барселона. Реванш. Предыдущий матч закончился разгромом. Итальянские команды. Хэт-трик. Луиса Суареса. И один гол Лионеля Месси. Терштегин теперь на воротах. Также на поле сейчас Луис Суарес и Лионель Месси. Естественно, Барселона настроена и взять этот трофей. Потому что это все-таки для Барселоны очень важно. Там и призовые, конечно. Но все-таки трофей это более важно. Тем более обыграть ту команду, которую уже обыграли. Несколько матчей тому назад. Ой-ой-ой, друзья. Я уже хотел говорить. Гол забивает Криштиан Роналду. Но шикарный удар португальца. Очень близко было. Ой-ой-ой-ой. Лионель Месси выводит вперед. В финале Барселону. Пятый гол аргентинцы на этом турнире. 1-0. И Криштиан Рональду сравнивает счет. Португалец забивает уже четвертый мяч. В плей-офф. И очень значимый этот гол португальца. Сравнив в финале очко еще Терштегену. И счет 1-1. Четвертый мяч португальца в этом турнире. Опа, нервы. Сыграли на руку Ювентусу. Нужно. И Терштеген тащит. Но здесь не нужно было и Роналду ближе идти. Потому что момент был опасный. Будет, я так понимаю, вбрасывание. И Роналду! Что творит португалец? Дубль Криштиан Роналду в матче против Барселоны. Финал. Друзья, Роналду может сразу же в первом же турнире для Ювентуса он может преподнести этот все-таки титул. Потому что именно его заслугам посмотрите, как он шикарно вот здесь вот с фланга проходит в центр, видит позицию и пробивает в девятку. Криштиан Роналду сравнялся с Лионелем Месси по забитым голам в этом турнире. Если сейчас Криштиан Роналду забьет третий мяч, это будет два хэт-рика за два матча подряд. И он сможет опередить Лионелем Месси по забитым мячам. И Гонсалу Игуаин великолепно. И Криштиану Рональду, друзья! Что я сейчас и говорю? Посыпалась, посыпалась Барселона. Пропустила один, пропустила второй и пропустила третий. И от кого? От Криштиану Роналду. Шикарное приобретение туринского Ювентуса. Вот здесь вот пошел подкат и Игуаин отдает голевую и Роналду забивает. Шикарно, друзья. Криштиан Роналду забивает три мяча в финале. Вот так вот он сыграл против Барселоны. Первый матч. Его просто было не видно на групповом этапе. Проиграли 4-0. Здесь выиграли 3-1. И так, естественно, расстроенные игроки Барселоны. И вот оно, награждение сейчас. Бинатия будет поднимать кубок как капитан команды в сегодняшнем матче. Видимо, и Паула Дебау, рядом с ним Криштиану Роналду. Все звезды Ювентуса сейчас на этом подиуме. И первый кубок наш, друзья. Нужно начинать с самого легкого. Действительно, нельзя сказать, что этот турнир был для меня легок, но как начнешь сезон, так его и продолжишь. На данный момент шикарно все. Хэт-рик Криштиану Роналду в двух матчах. Разыгрался этот парень. И мы выигрываем турнир. И два сообщения. Призов фонд и серьезное достижение, нам сказали. Также нас ждет скоро уже это суперкубок Италии. Миралем Пьянич. Нет, в арсенал мы его не отдадим. Он нам нужен. Вот Игуаина. Попробуйте заново. Потому что мне очень нужны денежки. Также, друзья, подумываю о том, чтобы приобрести нового вратаря. 82, кстати, у нас стал рейтинг теперь. Это Алисон. Алисон Беккер. Список трансера его пока добавим. Он из Ромы, то есть тоже итальянская лига. Так что, может быть, получится нам его приобрести. Но сейчас у нас трансерное окно. Приходит нам сообщение по сами хедиру. Но сами хедиру мы не будем продавать. Приходит сообщение Григорс Кастанос. Да. Вот именно насчет этого игрока у нас. Мы его решили отдавать в аренду. Ну и давайте. Так, контр-предложение. Так, ну годичное. Пойдет. Не, ну вот это мне тоже не нравится. Вам же он нужен, а не нам. Все. Поэтому 60 на 40 в их большую сторону будут. Они нам больше выплачивать его зарплату. И так, приходит нам сообщение. Григорс Кастанос. Ипсвич еще. Так, ну давайте и с Ипсвич там попробуем провести переговоры. Все так же краткосрочно только можно. Нет, ну и не по таким, конечно. Так же мы попробуем. Все. Так что может он в два клуба даже перейти. Почему не могут так Игуаина вот мы продать? Это большой вопрос. Вроде форвард замечательный. Отклонено в Ипсвич Таун. Но он может перейти в Аухер. Паула Дебала может стать 90-м рейтингом. Внимание. Да, 90-й Паула Дебала. Прокачали мы и дриблинг, и владение и ловкость. И 90-й аргентинец теперь у нас в составе. Сдан в аренду. И Гонсал и Гуаин Манчестер Сити. Опа! 118. Давайте мы начнем переговоры. Вдруг нам получится чуть-чуть побольше. Посмотрим, конечно. Так, сделать новое. Давайте 125 попробуем. Попробуем. Нет, так нет. 118. Все, последнее мое предложение. 119. Хорошо. Договорились. За 118 миллионов мы отдаем Гонсал и Гуаин в Манчестер Сити. Арсенал скупился на такого форварда. А вот Манчестер Сити аж на 10 миллионов больше предложил. И переходит теперь Гонсал и Гуаин в Манчестер Сити к Хосепу Гвардиоли. Так, пресс-конференция, ну давайте на них мы ответим. Итак, Роналду, естественно, я хвалю только его, потому что два матча и два хатрика за два матча подряд, это просто невероятно. И Ролим Пьяник все еще хотят его купить. Мы отклоняем пока что. Итак, там с Игуаином. Ага, Бинатия может, кстати, уйти. Выплатил Арсенал отступные, мы как видим. Это очень серьезная потеря будет, если Бинатия уйдет. У нас матч с Лацо. Это я уже понял. И Игуаин продан. Отлично. Давайте теперь мы переходим в центр трансферов. Насчет Бейла. Свяжем. Так. Не-не-не, начать переговоры с клубом. Снова Зинедин, Зиндан приезжает в Турин. Предложим цену. 100 миллионов. Попробуем с этой суммы начать. 111. Давайте уж, чтобы все по красоте было. Ровно 111 мы готовы выплатить за Гарта Бейла. Да, все. Заключили и начать переговоры. Но все-таки Бейла-то получше будет, чем Игуаин. И полезнее нам. Мы его даже дешевле сможем приобрести. Итак, ключевой. Это, конечно, ключевой игрок. Так. Бейл. Давайте на 3 года попробуем. Да, это устраивает Гарта Бейла. Игнорирую я отступные. Это не нужно. Так, зарплата, зарплата. Ну, давайте также 380 попробуем. И полтора миллиона как подписной бонус. Хорошо, давайте согласимся все-таки. Это Гаррет Бейл. Итак, и теперь мы купили Гарта Бейла. Денежки у нас уже списались. Теперь давайте мы сделаем немножко вот так вот так. Вот так мы можем с такой суммой приобрести Алисона. Алисон Беккер. Давайте свяжемся и попробуем договориться с Ромой. Просто у меня, если честно, не устали. Да и просто второй Галкипер должен быть в команде. 40 миллионов евро я предлагаю. 55. В общем, меня эта сумма устраивает. Давайте ровно, чтобы все было. 55. Так, и исключаем выплаты. 56. 56500. Все, 56500. Алисон может присоединиться к футбольному клубу Ювентус. Важный контрпредложение. Он будет у нас ключевым. 5 лет. Это мы тоже согласны. Я не хочу никакие отступные. Зарплата, зарплата, зарплата. Ну, сколько? 64 его актуальная. Давайте 80 и миллион. Вот это мы тоже согласны. Ну, все. Два приобретения в один день, друзья. Все, что мы и хотели. Продали Игуаина, которую мы действительно не видели. Я не видел в своем составе. И теперь вот так вот. Роналдо, Бейл, Коста, Дебала, Пьянич, Матюди, Бенаттия под вопросом. Но у меня есть, если что, хорошая замена. Это Барзагли во втором. Хеведес и Ругани тогда. Будет. Вместо счастлива давайте выпустим Алисона. Попробуем. Так, насчет скамейки. Честным. В этом матче Барзагли и Хеведес, если что. Манджик, что-то понятно. Ну, и давайте Бернардески вместо самого возьмем. Все. Итак, остались у нас там немного денег. Нужно думать, что вообще делать. С левым форвардом для нас. Так, не сюда нажал. Мне вот просто вот нужен левый форвард. Там есть Родригес Девиталаба. Ну, тут защитники идут центральные. Мне они пока что не нужны. Так, есть у нас очень мало денег, поэтому давайте я все-таки зайду в центр состав и мы вернем Спинозолу. Вот теперь у нас. И вот этого мы можем даже уже и в аренду отдать. Теперь у Родаря у нас есть два их. Галерин Дешильо. Давайте поручим продление. А, нет. А почему я не могу, что ли? Начнем переговоры с Бенаттией и попробуем. Бенаттия ключевой игрок. На два года. Игнорирую отступные. 150 и миллион как бонус. Все, отлично. Бенаттия теперь вряд ли перейдет. Ну, я так же еще не договорился с Спинозолой. Его я хочу сразу вернуть. Это ЛПшник. Да-да-да, вот он он. Спинозола. Отзываем его от арены. Да, это того стоит, чем нам покупать какого-то игрока. Итак, все отлично. У нас есть два теперь хороших состава. Вот он первый. С Алисоном это пока что под вопросом. Будем смотреть, как будет он играть. Здесь у нас Манджукич. Здесь у нас Спинозола, Бернардески, Маркизи. Да-да-да, вот эти все. Дешили Асаму. Так. Алисон. Давайте сразу здесь заменку тоже сделаем. Сандро Келлини. Роналду вместо Матьюди. Все. Вот это будет замечательно. У меня оборона. Ну, не оборона в смысле. Запас будет, если что, на матче. Ну что ж, друзья. На этом все. Второй выпуск карьеры за Ювенту закончен. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был Андрей Хорев. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok